Смотрите, мы уезжаем из Анса, посмотрите, какая красивая церковь, виднеется, сегодня немного солнца, вот, тем не менее, послушайте, не так жарко. Все, мы поехали, пожелайте нам хорошей дороги. Видите, сегодня так вот пасмурно, но если солнце выглядывает, сразу такая жара. Вот, очень красивый регион, вот здесь вот кукуруза растет с этой стороны. Нам очень понравилось, намного зеленее, чем у нас, и просторы другие, видите, здесь много чего, зелее, здесь спас, или грани, здесь такие просторы побольше, чем у нас там в Провансе. Дороги поширше, ну, допустим, в деревнях дороги такие. В 1 км, в ромпоинт, проняйте 2-е сорти. Вот, конечно, там вот в самой деревне, где мы были, там, конечно, она стоит на таких, как валунах, если хотите. Дорога такая вся очень извилистая, вверх-вниз, вправо-влево, и очень узкая, две машины не разъезжаются. Но, как ни странно, все ездят на очень больших машинах. Вот, так что у нас сейчас дирекцион Леон, и потом, когда мы уже проедем тоннель, там уже будем смотреть, куда мы поедем, в какой деревне будем останавливаться. Смотрите, там у нас велосипедисты, и сзади у одного тележка. Это, слушайте, это Мерия, наверное, я не знаю даже, по какому мы едем местечку. Короче, мы выезжаем, ну, это уже есть часть автодороги в сторону Леона. Машины, много машин, Морис, будет еще такое. Я говорю, так все же едут в большой город. Потом там уже после тоннеля уже будем разъезжаться каждый в свою сторону. Ну, вот нам до дома 305 километров, ну, если все хорошо, считают трафик на дороге 3 часа 10 минут. Но мы же еще будем останавливаться. Ну, во всяком случае, то есть загруженность вот такая, что она как бы не очень сильно удлиняется время. Видите, вот радар. Вы entrez dans une зоне de контроль. Вот нам говорит наш этот УАЗ, наш этот путеводитель, что вы въехали в зону контроля. Осторожно. Синкантиси, с 80, с 70 километров ограничения. Ну, вот мы въехали в тоннель уже. Вот, 70 километров ограничения. Это вот он длинный такой. Потом вот мы уже выйдем, там уже будем ориентироваться, смотреть, где бы мы могли остановиться, немножечко погулять в красивой деревне и перепустить что-нибудь. И потом нам останется там пару часов до дома, там может быть чуть больше. Мы еще не выбрали деревню, мы не подготовились, как всегда. Ну вот, ну это, послушайте, как есть. Вот такие вот, мы тут сидим в тоннеле, затемленные. Ура, выехали. Вот он пишет, говорит, вы выехали из зоны контроля. Короче, там бесконечные были радары. И один дядька на микроавтобусе, он нас дублировал и схватил это в 2-м тюнеле. Вот сейчас будет маленький, маленький тоннельчик, такой, это Леон. И видите, Марсель, А7, чтобы поехать до Марселя. А на базе паркинг, как говоришь, пока мы приедем. Да, это сент. Второй тоннельчик. Ну, в Гранс, это потому что на сент, сенсормия, по-моему, демон. Господи, мой муж, то ему много людей, то уже говорит хорошо, если только столько людей. Может быть, это не пусто. Синкан, это шире. Надо очень внимательно смотреть на знаки, потому что очень много радаров, один за другим. Ой, смотрите, там поезд идет. Какой вы сапелись у них? Какой вы сапелись у Траум? Да, это Трэн-де-Балюс, это Твера. Регион по транспорту. Твера. Вот, мы даем кассиву. Так, сейчас мы уже будем выезжать на Сесесурапиану, да? Сепазанкова? Кассивка Вьена. А Вьена у плана текет. А, так. Короче, мы сейчас выйдем на автодорогу, но это будет еще кусок бесплатный. Вот, едем до Вьена. Не Вьена, а Вьена. И там уже будет пиаж большой, где мы возьмем свой этот текет. И уже до самого Экса будем ехать. Хотя мы уже собираемся выехать в какую-нибудь деревню. Но посмотрим, мы еще не решили где. Вот, тогда у нас будет две кусочки платных. Ну, не важно. Короче, разберемся на месте. Вот. Конечно, очень жалко, что мы... Видите, в этот раз в ту сторону этот бушон, пробка. Жалко, конечно, что мы не поехали в Лион. Ну, мы все-таки соберемся. Возьмем ночь в отеле, чтобы приехать, чтобы уже погулять, посмотреть немножко. Потому что вот сейчас бы мы туда заехали. Самое страшное, это же паркинг. Вот. И это сегодня не рабочий день во Франции. Кискосикум фэта уже в Викензеута. Короче, какой-то у них этот религиозный праздник, честно сказать, я не знаю. Вот. И люди делают пункт. То есть мост сегодня не рабочий день во Франции. Поэтому, может быть, люди тоже поедут в город. Вы сошли в зоне контроля. Слышите, опять мы в зоне контроля. Смотрите, какое интересное здание. Как бы мне было вам поближе показать. Смотрите, какое огромное просто. Кискосикосико. Кискосикосико. Кискосико. Видите, какое оно интересное, это здание. Вот, Марсель, Сан-Зеттиена. Нам Ассет. Будем брать. Это музей де конфлюенс. А, это музей де конфлюенс. Кискосико. Конфлюенс. Кискосико. Кискосико. Конфлюенс. И смотрите, здесь какой мост. Видите. Музей де конфлюенс. Музей де конфлюенс. Мы моды конфлюенсов шкуны па. Я говорю, что такое конфлюенс? Он говорит, надо посмотреть словаре. Вот. Ну вот, здесь вот уже река Рон. Саля Рону, кумэма. Воды много здесь. Вы китей, уны зоны контроле. Вот, мы выехали зоны контроле. Здесь все равно 10. Ой, здесь 70 километров. Обгон запрещен. Красоте. Ну, конечно, всю реку мы не увидим уже. А что тут еще снимать? Снимать больше нечего. Не знаю, увидите или нет. Там вон большой такой карабник стоит. Ну, типа Парона. Ага. Вы видели. Вон он там, видите, за этим. Это прогулки Парона. Абсолютно новый для нас регион. Абсолютно другой. Не похож на Прованс. То есть, все для меня новое. Особенно мне нравится, что много воды здесь. Конечно, Рон — это огромная река. Видите, тут панно какое. Так, ну все. Мы уже на автодороге. Поэтому я заканчиваю пока запись. Встретимся чуть позже. Смотрите, сколько воды. Ну, как же мне вам показать? Какой шире не река. Ну, короче, не покажу я вам. Так, ну что, мы подъезжаем к Пиаже. Здесь мы будем брать наш талончик, наш цепетик. А там вот слева те, у кого есть автоматические. Ну, муж, как всегда. Вчера, не сон, зарыщили. Ну, я думаю. Пусть веселые, пусть веселые, а. Смотрите, мы приближаемся к этой красивой башне. Мне кажется, я ее снимала на дороге сюда. Здесь красивая сутуха. Ну, красивая. Офис для туризма. А, ну, все адресы написаны на этой башне, написаны этот адрес электронный офис от туризма. Доля-дрома. Послушайте, мы тут запланировали себе остановиться в деревне, да перекусить. Так что вы думаете? Тут бесконечные пробки. Сейчас мы стояли в пробке, было написано 34 минуты нам пробки стоять. Но вот были, были эти работы дорожные. Вот сейчас вроде бы тронулись в Катар-Вандис. Радары бесконечные. Короче, вот обгонять нельзя. Короче, послушайте. Сюда едем мы сегодня, да, в этой деревне. Может, передумаем, будем, если ехать будем медленно, так, может, передумаем, поедем прямиком домой, чтобы нам еще потом вечером будет еще в сторону Эксо-пробка. Короче, да, и вот вам понедельник, пожалуйста. Смотрите, красиво. Мы на автодороге. Мы автодороге. Тут у нас вот автобус нас догоняет. Короче, опять в пробке. Офигеть. Я только успеваю этих только снимать. Это наш букетик со свадьбы я взяла. Гипсофилы с эвкалиптиком. Вчера раздавали букеты. Послушайте, кому свежий? Ну и мне свежий не нужен был. Я хотела именно такой. Очень красиво, мне кажется. Вот. Смотрите, вот там вот видна вода и горы. Видите? Так, немножко разогнались. Надеюсь, надолго, потому что без конца тормозим. Вот смотрите, какой-то, видите, авария на дороге. Ну, для понедельника дорога достаточно загруженная. Не успеем разогнаться. Вот уже все опять. Видите, все чуваки. Анклабы. Ну все, приехали, короче, мы опять. Видите, все. Все уже там с красными этими. Тауси Чопия. Стоп. Послушайте, короче, пробка у нас опять, видите, только уже напротив. И вот они анонсировали, вот у нас радиотрафик идет. Они анонсировали 50 минут в пробке. Прямо так и сказали, что вы съезжаете с автодороги, это там в Оранже, еще там где-то. Не теряете время, потому что вообще мы не понимаем, почему. Потому что вот они объявили по радио, потому что один большой камьон, то есть фура, это оксидант, авария. И пока вот другой приедет камьон там заручать, все забушилось. 50 минут. Вот сейчас говорят об этом. Температура 35 градусов. Прекрасно. Мы опять взяли неправильный выезд. Просто, слушайте, стоим уже 5 минут, не можем проехать. PH. Ну вообще везде, везде как бы пробки. Здесь всего их 4. Это перед нами еще и немец стоит. Вот у него электрическая машина, видите? EZ Energy. Видите, вот нарисовано, что вот заряжаться вот справа. Ну, вы знаете, мы смотрели на дальнее расстояние. Чтобы зарядиться, там же несколько часов надо. Мы не знаем, это хорошо или плохо. Вот мы рассуждаем, как они такую дорогу проехали, где они заряжались. Но это где-то останавливаться нужно. Станции, конечно же, сейчас есть электрические, но не так, как остальные виды. Так, я знала, что мы... У меня муж умеет выбирать пассаж. Каждый раз это что-нибудь. Ну вот он иностранец, он не знает, как пользоваться французскими пиажами. Короче, он будет выходить, наверное, у него что-то он там заблокировал. Мне кажется, он хотел наличными платить или что. А здесь же сушится. А мы теперь отсюда... Все, поехали, поехали. Слава тебе. А, потому что он наличными деньгами платил. Потому что карты, это вообще, это даже секунды не проходит. Карты платим без кода, просто прикладываем на любую сумму. А карта на там машина. А он говорит, как-то не сработало у него. Так, затаскиваем цикетик. Секунбен, что ли, ребята? Ау. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, не вижу цены. Все, поехали. А, стоило это нам. Мама, послушайте, так, сколько тут там стоило? Ой, не вижу. Включили на свободную территорию. Несется мой. 15.70 заплатили. У нас перегрелся, если бы у меня телефон перегрелся. Наш навигатор замолчал. 1, 2, 3, 3 и 4. Я уверен. Мы селебали 4. Да. Короче, слушайте, здесь столько выездов, что мы не можем считать. Короче, сказали 4, но такое, как будто вот 3, да? Если только 4 выезды есть. О, дорога, автодорога. О, дорога, автодорога. Вон, вон, вон. Слушайте, видимо, в деревню, но еще не видим. Ой, боже мой. В 3,2 километре. Турнер на дороге на Д217. Так, ну, нам осталось 10 километров. Вот дорога теперь вот такая изменилась. Такая, видите, узенькая. Ну, ладно. Короче, мы тут уже начинаем послушать все кружиться. Ну, наша деревня, куда мы едем. Одна из... Смотрите, тут лаванда была. Смотрите, видите? Мы еще пока не видим. Это по-русски, но надо выходить. По-русски. Короче, послушайте, здесь вот Кукуруза. Такой какой-то район Кукуруза. Вон, вон, вон. Вон, 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 вон. Вон. На дистан agora. Вон, вон. Вон. Продолжение следует... Гарда Демар... Продолжение следует... 2,3 километра... Продолжение следует... Она дала нам это... Помернуть... Видите, какая узкая дорожка... Здесь виноградники у нас идут... Здесь тоже была лаванда... Состригли уже... Мой такой это... Так это ты выбрал эту деревню... Смотрите, какая у нас тут зелень... О, красота какая... Вы видите... О-ля-ля... Вы же шипа... Вы видите, как здорово... Такой тоннель лесной... Морис такой... Мы все время в правильном направлении... Я говорю... Я не знаю... Куда нас ведет GPS... Но GPS такой... Чтобы сократить... Ему два метра... Может завести по кукурузным полям... Ехать... Все, что хочешь... Видите... Здесь у нас виноградники... С двух сторон... Красивые... Видите как... Такие подсохшие немножечко... Тоже жарко... Сколько градусов сейчас? 33 градуса... 33 градуса сейчас... А утро сегодня такое было прохладное... Мы когда завтракали... На открытой террасе... Так здорово... Мы паску и зонку аманджи... На усяну... На сандвич... Тражок... Да... Ты понимаешь? Мы едем... Уж по такой дороге... То есть... Очень аккуратно... Это... Дорога плохая написана... И видите... Смотрите... Как красиво там... Смотрите... Какой вид шикарный... Видите какая дорога вообще... Козья тропа... В 300 метрах... Турнэй а гушь... Ага... Вот выезжаем мы в деревню... Ну мы... Я поставила... Послёжемил еглеса... До крыгарда... Ульга Лепляса... Он... Он... Собяра, да... Я говорю... Я поставила церковь... Может церковь где-нибудь... Посмотрите... Как здорово здесь... Мы... Рыгарды... Посмотрите... Какой здесь вид... Я из машины не выхожу... Видите... Какие поля красивые... Песаж здесь красивые... В 5 часов... Мы поставили... В 5 часов... Начинается праздник... В 5 часов... Я говорю... Ой, смотрите... Смотрите... Какие... Турнэй а гушь... Смотрите какая красота... Так... А гушь... Ого... 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 Ничего не видно... Ого... 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 Вино... Вино... С этого... Уголка... Скажем так... Монтрамали буты... Сейчас покажу вам... Как называется... Вот видите... Это вот... Прямо здесь... Местное вино... Мы его не знаем... Поэтому... Она мне дала попробовать... Я говорю... Оно не розовое... Не красное... Смотрите какой цвет... Вообще странный... Внутри багажа... Красиво... Правда? Я говорю... Так смотрят в целях... Да... Мари... Уして OurиAS... Я говорю... Что... И нельзя reconocer ее... Ну да... В лишь сходее... Около пластик... Ну... Смотрите... Daおお... То... Ув whale... А где же вы Presidentе... Так, смотрите, какой нам принесли салат, микс-то для двоих, вот бы съесть, можно было вообще только бы один заказывать, здесь есть эти шакутюри, смотрите, мухи у нас здесь летают, правда, это нехорошо, смотрите, на вот такой доске, надеюсь, что она хорошо вымыта, и мы взяли вот такую вот одну пиццу, дорогие здесь пиццы, все больше 20 евро, короче, здесь есть манзерала какая-то другая, а, ну, короче, сыры, вон там что-то положили, еще песто есть, короче, красивая картинка, согласитесь, все, мы начинаем кушать. Послушайте, откушали мы вот в этом шикарном ресторане, он такой, ну, вообще, в стенах этих тысячи милли... тысяча две тысячи девяносто-го года, адаптирован под ресторан современный, очень вкусно было, очень, так, знаете, купьё, купьё это на французском, так, много, большие порции, мы взяли один салат, м двоих, его принесли на такой, знаете, проделочная доска, вот, и там всякие, шекотерипи, копчености, два вида, три вида этих сыров и такие, порции такие огромные, ну, я попросила коробочку для пиццы, они принесли коробочку для пиццы, я свою половину пиццы почти все отдала. Бонжур, шери. Бонжур, бонжур, бонжур. Саид Чуаранжи. Бенвини на ладрома. Бенведи, аля мы, он и Пан-Прованса, он и Пан-Прованса, он и Легион Рон-Альп. Рон-Альп. Вот. И Ладрома, сего? Это департамент. А, это департамент, департамент. Посмотрите, посмотрите, здесь красота какая, вообще, чай. Мы пока тут поели, слушайте, сейчас пробка рассосется, мы надеемся, но мы боимся, но вот мы часик. Я хочу, ну, часик, может быть, чуть меньше погуляем, пойдем посмотрим, что здесь в этой деревушке. Часик, это я так уже, знаете, загнула, сейчас мы тут вряд ли останемся. Вот, смотрите, как красиво, там вот это вот рон течет чуть подальше. Сейчас вам вот, видите, там речка. Вот. Ну, и такие поля, ну, уже сжали, уже все, уже рожь сняли, все урожаи поснимали, поэтому поля такие больше желтые, чем зеленые, но все равно здесь намного зеленее, чем у нас, намного. Ну, вот таких вот многобековых стенах растет. Вот. Ах, это не девичий лес, это плющ какой-то, но тем не менее. Смотрите, какая красота. Согласитесь. Оливьян и Сенщерион во ферли футу. Смотрите, какая красота. Поехал поезд красной там, ну, если увидите, приближите, вон он пошел, пошел, пошел. Вон видно, вон там, он видит, что-то двигается там, ну, далеко, конечно. Там вот, это вот автодорога, тоже машины вот по ней идут. Ну, короче, вот мы сейчас пойдем вот в эту деревушку. Я говорю, мужа, если будешь идти впереди меня, то кто же будет, как буду я снимать? Это Маркиза. Это улица Маркиза до Ля Бома. У них Марки, это мужчина, Маркиза, это будет женщина. Ну, у нас вот Маркиз и Маркиза, Маркиза, это Маркиза. В 5 часов сегодня здесь будет праздник. Ну, мы уже уедем к этому времени, к сожалению. Это лестница Порто Нор, северная дверь лестница называется. Вот, и там вот есть Лебраканта. Вот, Сур-Ти-Нор, северный выход, 2,6 километра. Здесь, наверное, есть эти, видите, можно посидеть, кто устал. Вот такие вот, смотрите, дворики. Тут что-то у нас, какой-то бар может быть, да, закрыт он сейчас. Видите, вот так, на таких стульчиках можно посидеть, если что. Ну, вот здесь у нас тоже, смотрите, бургеры, салаты. Ну, здесь же все рестораны закрыты в обед. Да, это маленький ресторанчик с маленькой террасой. Конечно, в таких древушках очень мешают современные машины. Просто возвращают, как говорится, на землю. Видите, тут какие-то же улочки. Лавенель, улица называется. Вот. 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 Вот такая церковь. Слушай, такой ветерок падал. Ну, вот сейчас вот пока сиеста можно походить немножко поснимать, людей мало. Ну, вообще, здесь шесть ресторанов в деревне. А сейчас вот здесь вот откроется у нас вид. Сейчас мы пойдем посмотрим. Здесь вот мэрии. Вот видите, нам здесь написано. Либерте, фратернете и галите. Это лозунг французский. Либерте, галите, фратернете. Вот такая мэрия. Ворота закрыты. Смотрите, какие тут камни вековые. Начало строительство деревни. Первый камень появился в 1290 году. Смотрите. Мебо такое сейчас все в облаках. Но это не мешает нам рассмотреть эту красоту. Ну, машины мне мешают, конечно. Ой, как хорошо. Слушайте, ветерок так... Как я говорю, люблю фрегатеры на фоне этих старинных построек. Чувствую себя очень просто младенцем. Вот такое местечко, отдохнув по дакации. Тут библиотека какая-то. Все разобрано. У нас в библиотеке все забиты в наших местах. Какие маленькие окошки. Это амбразуры, наверное, были. Естественно, что все эти такие... Это все крепостные эти деревни. Там, вон, дамочки с собачками. Фотографируются. Ух! Вон, вон, вон. А, смотрите. В каком он педисандра? Смотрите, как... Как мы можем пойти, Марис? Будем спрыгнуть. Смотрите. Смотрите, какой вид шикарный. Просто шикарный. Просторы здесь такие большие. Смотрите, все-таки со своими собаками. А здесь он... Такая огромная церковь. Ребята, как вы себе притислили. Смотрите, она такая огромная. Она такая высокая. По концу, это литер. Посмотрите, какая она высокая. Сиян-сиян. 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 Тишина. Смотрите. Вот видите, там ветераши. Это действующая церковь. Лето. 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 Я не могу. Это спасение. Это мое. Слушайте, это вот эти вот доски мемориальные для погибших в Первой мировой войне. Это 14-й год. 14-й год. 39-й, 44-й. Ирокарты шрифт. Поставили свечечку за здоровье всех. Пойдем спустимся в огород. Слушайте, так похода меняется. Короче, здесь вход свободный. Видите, раньше, как здесь все было закрыто, да, вот они выращивали здесь свои раньше и эти травы, и овощи. Надо же было кормиться. Ну, смотрите, так немножко подсохшее. Кое-что. Видите, все вот эти вот... Французские агарты шрифт. Французские агарты шрифт. 160 плантов. Посмотрите, самшит весь съеден гусеницей. Видите, это все нужно пересаживать. У меня же было два прекрасных, огромных самшита все съели. Вот один стоит там в сторонке, так он не тронул. Посмотрите, видите, все высохшее, к сожалению. Чаварь и гарда шрифт. Посмотрите, они его будут... Посмотрите, это же надо вырастить, эти все, ну, самшиты. Они его будут весь пересаживать в течение... Вот они получили помощь от государства и будут его омолаживать, пересаживать. И это будет длиться три года. Смотрите, какое интересное растение. С такими прекрасными видами. Да, все, к сожалению, погибает. У меня в этом году такой выпад растений. Шири, шири, шири. Живы дут у мунтреля планты. У нас вот такое вот... Вот это растение огромное, которое... Я не могу понять, как оно называется, потому что здесь много этикеточек. Вот. Вот у нас четыре горшка вот этого растения. А вот, наверное, вон там оно называется. Вон так вот он стоит. Этикетка. Сейчас я сфотографирую ее, потому что я не достаю. Ты смог. Здесь все растения подписаны. И дикие. И даже вот эта вот трава, которая цепляется на одну, которую я еще одну удаляю. У меня в городе. Это как собачья трава какая-то. Так, немножко закручено, конечно, все. Укроп. Укроп. Нет, это фенхель. Да, это фенхель. Смотрите, рыбки тут красные. Плавают. Хотя только стадик. Так как его будут восстанавливать, этот огород. Здесь много очень растений именно медицинских. И там вот печень за печенью, за сердцем, за дыханием. Все эти, но все оставлено, мне кажется. Вообще никто не ухаживает за этим, потому что будут все реставрировать, начиная, наверное, с осени этого года. Поэтому никто больше не занимается ни поливом, ничем на свете. Хотя, товарищи, рейси не подарут за жену. Короче, Малис пошел смотреть, если там выход на то. Нет, так мы будем подниматься. Пойдем обратно в машину. Послушайте, очень-очень жарко. Слава Богу, хоть немножко есть ветерок. И поедем мы домой. Нам еще до дома почти два часа ехать. Если не попадем в пробку. Вот, ну там где-то час сорок дают, я смотрела. Если в пробку не попадем, а если в пробку попадем, то и все будет больше двух часов. Поэтому мы поехали. Поехали. Может, все, что будет интересно, ехать на дороге. А с другой стороны, как-то что может расти, даже дикие растения. Здесь же земли вообще нету. И нету никакого капельного полива. Здесь что-то подсыпалось когда-то. Посмотрите. Ну, как, что здесь может расти? Мне кажется, даже он уже и не первый год оставлен, этот сад. Вот здесь еще что-то. Это шалфей, конечно же. Да, это шалфейчик. Вот шалфей, фенкель. Это еще вот такой вот у меня перед окном растет. Это еще каким-то образом выживает. Ой, вот это хорошо пахнет. А у меня есть такое. Вот это... Как же, если бы найти этикетку? А вот она здесь есть. Вот я когда ее покупала, это из семейства полыневых. Да, видите, вот полынь растет. Вот оно. Оно у меня вот там, где у нас шланг, где я включаю воду. Вот. Вот это вот тоже полыневые разные. Ой, слушайте, как я люблю запах полыни. Вот это такая, прям, слушайте, такой какой-то горько, горько такой, чуть-чуть лимонный. Вот это вот полынь. Вот это вот дикая полынь, которую я вчера возле виноградника вломала себе там несколько веточек. Это фенкель. Вот видите. А вы полынь, полынь. Полынь трава горькая, а знаете, сколько в ней полезных веществ. Ой, обожаю запахи. Вот, вот это тоже полыневые. Угу, тоже такой, слушайте, запах такой. Здесь такие, это чабрецы лимонные всякие разные. Этот, этот, как его, солоном. Вот это я вижу. А это может быть, да, что-то здесь такое чабрецовое. Чабрецовое. Так. Тысячелистник. Вот такой похожий на мой голден. Во всяком случае, видите, вот высохший он. Лады, моя хорошая, всё, пошла я. Пошла я подниматься. Вот видите, написано. Сад травяной. Вот написано. Там растения для дыхания. Слева. Для системы нервной. Против всех этих паразитов. Вермифюджа. И растения для лечения кожи. Потом есть печень. Желудок. Сердце. Почки. Ну, короче, послушайте. Здесь у них много чего. Но, к сожалению, всё запущено. Ничего сильно не найти. Такие дела, друзья мои. Так что мы поехали. Пошли мы к своей машине. И поедем. Молотнева. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот кафешка. Здесь продают всякие разные самодельные мороженое, скажем так. Мы комдабицу, да? Здесь играют в питанг. Ну, как же ж. Там вот ресторан. Там женщина сумки продает. Вот такие вот старинные дома здесь. Вот здесь тоже, вот видите, ресторанчик. Ой, ну нет. Мы в нашем ресторане там покушали очень хорошо. Намного всё приличнее, чем здесь. Может быть, здесь немножко подешевле. Вот. Но это не то. Тоже здесь бестро, глянце. Все рекомендую. Я не варю в ресторан, но не манжи. А? Смотрите, ресторанчики такие. И вот там девичий виноград. Видите, или кто-то забыл, или специально положили для украшения. Так, смотрите, какой олеандр, как он цветёт. Это махровый олеандр. У него, видите, какие цветочки, как розочки. Ну, как же мне без розочек обойтись. Женщины на двух машинах приехали на каникулы. Нашли дом, где они будут жить. Теперь ещё где можно остановиться. А, вон мой муж. Он говорит, здесь, наверное, нельзя выйти. Я говорю, я думаю, что можно все. Это же всё по кругу сделано, понимаете? Эти все. Красивый. Смертник. Вот, какого он размера должен быть. В хороших условиях. Посмотрите, какой красавец. Да такой свеженький. Всё, мы пошли. Да такой ресторан, который называется Белота. Какое? Белота. Белота. Посмотрите, наша деревня, где мы были. Вот она. Сейчас я через Мариса снимаю. Вот она, красивая. Посмотрите, куда мы идем. Мы говорим, что они поехали по-национальному. Там просто... Ужас. Мы попали в красную зону. И вы в периоде уливали националь. Да. Это просто жесть какая-то. Вот это мы попали. Короче, на автодорогу мы выезжаем. И почему-то сейчас всё уже в нашу сторону уже машины. Посмотрите, посмотрите, что делается. Привет, счастья. Мы приехали, но это не в нашу сторону. А что наоборот, вы видите, что здесь есть по-национальному, а на другой стороне, а на другой стороне, а на другой стороне. 20 осталось до дома. Слава Господи. Всё хорошо. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Слава Господи. Слава Господи. Слава Господи. Слава Господи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!